друзья поскольку завтра мчс обещает на море шторм ветры и дожди то я немножко погулял сейчас с камерой и пока я буду гулять показывать куда я иду буду вам всяк рассказывать новости на из нашей художнической жизни я сейчас всеми изи мастер-класс провожу осталось еще два рабочих дня моя прогулка увенчалась успехом я нашел прекрасный ресторанный комплекс он на берегу моря защищенные от дождя такие павильончики и мы туда направимся завтра утром и будем там целый день столоваться и развлекаться кисточками надеюсь нас не сдует ветра даже если будет дождь не будет дождь там очень красиво вид на кошку буду вести оттуда репортажи татьяна фаэтона мне кажется в данном сюжете художник пишет не то что он хочет а то что получится и игорь тарануха бату краски переводит производители черной речки руки потирают побольше бы таких художников действительно я вспоминаю много таких случаев когда люди которые за спиной бату смотрели как он пишет они не выдерживали потому что он выдавливал очень много краски делал замес клал в холст счищал опять много краски клал счищал посмотрите на его палитру сколько там краски даже кто-то написал из нашей палаты а что делать если они вот он написала они остались на палитре выше чего делать то но это говорит в прямой что человек очень сильно жалеет краски я сам был подвержен этой жалости даже сейчас замечаю что все-таки чуть-чуть осталось эта штука когда и когда перестаешь думать об их ценности стоимости другая живопись получается ты ты пишешь исходя вниз не из того что у тебя там сколько краски осталось а если исходя из задачи исходя из ощущения твоего и татьяна фаэтона пишет не то что он хочет а то что получится типа куда кривая вывезет если я правильно понял то боюсь это не так да не боюсь я в общем это не так он не пишет куда кривая вывезет то что получится он пишет в полном балансе как мне кажется с интуицией это неразрывное ощущение помноженное на бесконечные пробы и ошибки и еще раз помноженное в квадратной степени на то что он чувствует в этот момент рождение происходит в этот же момент когда он пишет когда кисточка касается холста в этот момент происходит какая-то магия и художник следует за внутренним импульсом что происходит в этот момент момент ему подсказывает момент ему говорит что делать какую замесить краску и так далее но этот счастье когда художнику удается быть в моменте там нет никаких голосов туда надави и туда придать придави и уйди хватит это мне кажется скорее молчание такая живая пустотность некая что ли в которой все творится само собой в этом смысле татьяна фаэтона возможно вы правы то что получится то что получается не может в общем получиться то чего он не хочет это это слит на желание и то что получается слит на нет разделения ощущение превращается магическим образом в цвет в тон но тон тон цвет это это умение попадать в ноты что ли если так но ноты разные все звучит вот почему метафора который мне нравится что музыка это джаз вот все звучит ты вроде бы чуть-чуть мимо играешь но но мелодия и та же самое получается спасибо большое татьяна спасибо друзья за ваши лайки комментарии продолжайте их делать это важно для развития канала умоляю вас ровшан каримов у ваших работах цвета краски необычные я пробовал не получается мои руки постоянно тянутся к ярким цветам прямо с тюбика цвет не получается как у вас у меня получается яркие некоторые художники говорят что в природе нет цветов как в тюбике а если так мне надо менять что ли манеру письма манера письма приходит из видения ровша из видения отношений тональных отношений прежде всего вот вы же сейчас четко видите что вот там вот прорыв света это самое светлое место в картине потом все окно за мной тоже светлее чем стена там здесь вот да там потом рамы идут моя футболка лицо руки вот я насчитал 5-6 отношений если вы их начнете выкладывать выстраивать из них некую мозаику что ли на холсте добиваться того что каждый из перечисленных объектов пятен что ли занимает свою нишу с точки зрения градации от темного к светлому свою нишу не перед не пересекать не перекидывается в другое это уже отдельный разговор мы об этом поговорим в своей нише каждый находится вот тогда нужно допивать добиваться этого вот видите вот этот тонны в сравнении вот там со стеной добивайтесь на палитре замесом чтобы это видение вашего взглянули хопа запомнили бро замесили не получилось например опять там на палитре новый новый замес делаете кисточку помыли пока не получится еще раз взглянули так что дело не в яркости цветов или там манере а в точности попадания у уложить нужно вот этот вот эти все пятна в свою лузу в свой в свой сектор узкий довольно таки сектор тональности но попробуйте так делать а потом напишите манера письма сама выльется из этого удачи посмотрите мои уроки там много на эту тему сказано просто интуитивно заходите в школу выбираете там есть такие анонс видео посмотрите их и то что понравилось но недорого же стоит просто посмотрите как эти замесы делались что с чем сравнивалось как они получаются на палитре мотив вы видите и в холст идет мазокоположение и как и и и и и и а и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...